привет привет мои друзья этим летом мы с доченькой ездили в верону снимала я очень много но случилась очень досадная вещь я испортила все видео из вероны но я не могла не показать вам верону и не поделиться своими впечатлениями о ней поэтому это видео я составила из фото которое делала моя доченька и из одного моего видео на котором не так сильно видна тряска верона уютно расположилась на берегах реки одидже из-за близости реки город раньше часто страдал от наводнений и только в девятнадцатом веке здесь расширили русло реки и укрепили берега кстати мы с доченькой попали верону на второй день после сильнейшего ливня настолько сильного что в тот день в милане были закрыты несколько станций метро и мы в тот день еле-еле добрались в бергамо а здесь вероне на второй день после того страшного ливня уже видно какая неспокойная река и какого серого она цвета хотя обычно она здесь нежно-голубая это знаменитая арена де верона это огромный амфитеатр построены по подобию всех четырех римских амфитеатров до сих пор многие думают что это туристический объект для завлекания и что его специально построили как своеобразный ответ известному римскому колизею но не каждый знает что колизей младше этой арены на 50 лет то есть вот эта арена в вероне старше римского колизея удивительно что арена де верона осталась практически не тронутой со времен построения ее не тронуло ни время не варварские набеги врагов не фашистские бомбардировки хотя сама верона очень пострадала во время второй мировой войны а арена стоит целехонько и не тронутая и сейчас она активно используется как концертная площадка для спектаклей под открытым небом для концертов и для знаменитого ежегодного оперного фестиваля это одна из центральных исторических площадей вероны площадь синьории иногда она еще называется площадью данте потому что в центре площади стоит памятник данте альгери кстати в италии я заметила одну особенность итальянцы практически не называют полным именем своих знаменитых личностей например того же леонардо да винчи они называют просто леонардо без да винчи и например того же данте не называют просто данте без альгери это не говорит о том что они не уважительно относятся к ним нет 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 и еще раз нет они очень трепетно и с огромным уважением и с огромнейшей гордостью относятся к своим знаменитостям своим героем но называют их вот так вот по простому а вот это башня ламберти это самое высокое в вероне здание построенная богатой и уважаемой семьей ламберти в те времена считалось что чем масштабнее чем выше дом тем значительнее эта семья удивительно что в этой башне был уже тогда сразу построен лифт хотя там есть и ступеньки чтобы подняться наверх и сейчас там находится смотровая площадка откуда виден весь город как на ладони башня использовалась как колокольня наверху было два колокола с разным звучанием один колокол извещал о пожаре и звонил в другие моменты опасности а другой колокол отзванивал начало и конец рабочего дня для простых людей не имевших часов колокол и там до сих пор сохранились но уже не используются вот здесь после башни ламберти мы повернули направо и идем с доченькой по оживленной улице и я не знала на самом деле куда мы собственно идем потому что до этой улице мы проходили много других разных улочек заходили в магазин и накупили много разных сувениров купили доченьки красивые очки и я думала что это очередная прогулочная улочка пока доченька меня не подвела вот к этой стене и не показала на эту вывеску как вы понимаете это коза де джульетта дом джульетты и если бы я была сама без доченьки я бы никогда не догадалась что нужно повернуть сюда вот в этот не привет неприметный дом вот эту неприметную арочку вот и нужно идти вот просто за потоком людей как вы понимаете мы зашли сейчас в такой коридор в такую арку которая выведет нас к дому вернее к дворику джульетты обратите внимание что стены вот этого арочного прохода абсолютно на все исписаны и обклеены вот такими признаниями в любви вот раньше расписывались просто стены вот они выглядят как граффити да потому что каждый клочок стены уже не свободен и вот когда уже исписали все пространство стены то начали вот наклеивать разные записочки всеми подручными способами мы там видели и стикеры и клочки бумаги и даже лейкопластырь и а вот эта кофточка у женщины прямо под стать расписанным стенам правда же вот мы собственно уже и вышли во дворик джульетты слева это сувенирные магазины и лавочки сувенирной продукцией а справа это дом джульетты вон с балкончиком на втором этаже вы его уже видите вот чтобы войти в этот дом и зайти на этот балкончик и сфотографироваться нужно заплатить это не бесплатное удовольствие это дворик маленький и как вы видите здесь много людей толпится но правда они недолго здесь находятся выходят заходят в принципе места хватает всем кстати в тот день было очень жарко где-то градусов 35 36 вот здесь я показываю вам дом зубчиками такими наверху и я обратила внимание что в вероне очень много таких домов на крыше которых вот находятся такие вот зубчики так здесь люди стоят в очереди чтобы подойти к памятнику джульетте вот памятник видите в самом конце этого дворика вон стоит вон у стеночки и вот люди выстроились такой вот очередь мы сейчас с вами тоже туда подойдем ну что же идемте и мы туда вглубь дворика ради чего мы и пришли сюда вот мы сейчас уже подходим ближе к самому входу в дом музей джульетты и вы здесь наверху на балкончике вы видите что уже стоят люди а вот их фотографируют снизу их видимо знакомые и не только их знакомые потому что все кто стоял внизу тоже их снимали а кстати подготовьтесь к тому что вас будут фотографировать и снимать не только ваши родные друзья и знакомые которые будут рядышком с вами но и все другие вокруг это принято у них и это никто не запрещает делать а вот к памятнику джульетты стараются подойти все вот и молодые люди и взрослые и бабушки и дедушки и даже маленькие мальчики как вот вот этот видите он не мог дотянуться до груди ну хоть за животик подержался это было смешной немножко момент вот и все это засняли не только я вот видите сейчас вот внучка с бабушкой тоже поднялись на такой вот пьедестал к джульетте и вот они сэлфи отца а одновременно их снимают другие люди а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok